Безопасность детей превыше всего. 1 сентября вся школа Ульяновской области соответствует требованиям такой безопасности. При входе в образовательные учреждения должны работать турникет с металлоискателем, камера с распознаванием лиц и пост охраны, на котором имеется тревожная кнопка и брелок, необходимый охраннику при обходе здания. В средней школе номер 15 к учебному году готовы. Также образовательная организация позаботилась об дезинфицирующих средствах, термометрах и рециркуляторах. Второй год у нас меняются правила входа и выхода учащихся. Школа большая, 800 человек. Поэтому у нас работают два входа. Поскольку первый вход, куда в основном входит начальная школа и основной звено, их больше в школе, начальная школа у нас больше 300 человек, они входят в центральный вход. А старший класс входит в запасной выход. И там нет турникета. И чтобы как-то тоже быть в безопасности, мы приобрели в этом году два металлодетектора. Пищеблок и столовая также прошли проверку санэпиднадзора. Просторные современные трапезные школьники будут питаться по расписанию, чтобы избежать скучности и столпотворения. Социальное дистанцирование в приоритете. Занятия по физической культуре при благоприятной погоде планируют проводить на пришкольной территории, богато оснащенной спортивным инвентарем. На базе школы прошло заседание антитеррористической комиссии в Ульяновской области, на котором исполняющая обязанности регионального министра просвещения и воспитания Ирина Киселева объявила, что все образовательные организации города готовы к началу нового учебного года. Вход родителей в здание будет ограничен, поэтому на учителей возлагается большая ответственность. Уважаемые родители, я должна к вам обратиться с просьбой, чтобы вы понимали данную ситуацию и относились к этому с пониманием, потому что здесь в образовательной организации должны быть обеспечены соответствующие мероприятия по охране жизни и здоровья ваших детей. В этом году впервые за парты сядут около 14 тысяч первоклашек Ульяновской области. Всего же более 124 тысяч школьников начнут очный учебный год в родных школах, гимназиях и лицеях.